Ради пиара знаменитости не только затевают скандалы и распускают слухи, но даже женятся. Сегодня мы расскажем о 10 популярных парах, которые женились ради выгоды. Никиту Джигурду можно поистине назвать королем эпатажа, пиара и скандала. В последнее время общественность бурно обсуждала их развод с Анисиной, а также последующее примирение, беременность и потерю ребенка. Позже актер признался, что развод с Анисиной — это всего лишь пиар-ход. В искреннюю любовь Натальи Шевель и Ивана Краско, разница в возрасте которых 60 лет, верили далеко не всем. Особенно после появления новости об измене жены. Спустя три года отношений у артистки появился любовник Александр. Мужчина признался, что он встречался с Натальей и продолжает общение. Позднее актриса рассказала, что скандал — это не более чем пиар-ход. Певица Лолита в конце 80-х заключила фиктивный брак с Виталием Милявским. Звезда жила в Москве у своего брата, но вскоре ему потребовалось, чтобы сестра покинула квартиру. Наиболее удобным для этого способом стал фиктивный брак, который был выгоден и Виталию Милявскому, желающему продать комнаты в коммуналке. Бывает ситуация, когда в фиктивных браках заинтересованы не только пары, но и целые команды. Например, создатели фильма «Ирония судьбы» поженили главного героя Алексея Чадова и его партнершу Асель Сагатову. Интрижка вызывала большой интерес к фильму, однако после выхода в свет ленты актеры опровергли слухи об отношениях. Юлия Высоцкая и Анатолий Кот дружили со студенческих времен. После окончания вуза Юлии предложили работу в Беларуси, однако для устройства на работу нужна была минская прописка, которой у нее в тот момент не было. Тогда Юлия решила расписаться с Анатолием. Через некоторое время пара развелась, и Анатолий уехал в Москву. Прохор Шаляпин встречался с телеведущей Анной Калашниковой, когда был женат на Копенкиной. В марте 2015 года Анна родила Шаляпина сына. Позднее они планировали свадьбу, на организацию которой уже потратили 8 миллионов рублей. Однако Прохор отменил торжество, когда на одной из программ «Пусть говорят» узнал, что сын не его. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в 90-х вышла замуж за Константина Арбенина. Девушка снимала квартиру в Петербурге вместе с подругой, но хорошую работу без прописки было не найти. Узнав о проблемах Дианы, Константин предложил ей свою помощь, обеспечив звезду пропиской и звучной фамилией, под которой певицу сегодня знает вся Россия. В 1986 году целительница Джуна вышла замуж за композитора Игоря Матвиенко. Многие уверены, что этот брак был фиктивный. Подтверждает эту версию и тот факт, что новобрачные прожили вместе лишь 24 часа, после чего подали на развод. Сразу после этого карьера тогда еще неизвестного композитора стала продвигаться вперед с огромной скоростью. А какие звездные браки вы считаете фиктивными? Делитесь в комментариях! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного!